Продолжаем выпуск. С 1 сентября абсолютно все ученики переступить порог школы смогут только в форме. У каждого учебного заведения она будет своя. Цвет, фасон и стоимость комплектов выбирать начали уже сейчас. Функцию эту возложили на родительские комитеты. Наши корреспонденты побывали на показе моделей и поинтересовались, какие требования предъявляют к форме родители. В отличие от модных показов, на этом дефиле ценится дешевизна, практичность и простота. Гости – учителя и представители родительских комитетов со всей области. Клиенты – они очень требовательные, ведь на них ответственность выбрать школьную форму не только для своего ребенка, но и для его одноклассников. У Айгульш метро и детей. Ее главная задача – сэкономить. Форм, которую мы выбрали для нашей Покровской средней школы, стоит 10 тысяч. Качество потрогали, пощупали ткань? Ну да, конечно, обязательно качество все потрогали, не мнется. Такой показ в Павлодаре проводится впервые, ведь прежде школьная форма в регионе не была обязательной. И вот теперь, до конца этого учебного года, родители вместе с директорами школ должны сделать заказ – снять мерки. А цветовую гамму рекомендовали чиновники. Мы по области рекомендовали темно-синий цвет, цветовую гамму. Поэтому здесь смысл в том, что при переходе в другую школу, чтобы родители лишний раз не платили. Одеть полуодарских детей изъявили желание 12 предприятий легкой промышленности со всего Казахстана. Минимальные цены на костюмы – двойки, без галстуков и рубашек – от 10 тысяч. Максимальные – от 25 тысяч. Стоимость зависит от ткани, которую закупают в основном в России и Турции. Есть и свои изыски. Впервые в Казахстане внедрен инновационный материал – Икшилд, который защищает и экранизирует от вредного излучения сотовых телефонов. Но несмотря на все старания предпринимателей, им предстоит жесткая конкуренция, особенно с кыргызскими и китайскими производителями. Основная проблема, какая мы сталкиваемся, это в первую очередь недекларированный импорт, который входит в страну недекларированной, несертифицированной, небезопасной для жизни и здоровья наших детей. А вот родительница Жанар Мусабекова уверена, что на показе ей делать нечего. В полуодарской школе, где учатся две ее дочери, единую форму ввели давно. В первый год родительский комитет тоже закупил форму для всех, но она через пару месяцев совсем потеряла товарный вид. Поэтому Жанар сама выбрала ткань и заказала форму швее. Получилось качественнее и дешевле. В сентябре, как мы будем эту форму одевать, заказанную в мае, впереди три месяца каникул. А за лето, как правило, дети вырастают. Согласно правилам, во что будут одеты ученики, должны решить не просто комитеты или учителя, а все родители. Для этого необходимо провести общешкольное собрание. Поэтому теперь гости показа вернутся в свои села и города, чтобы рассказать другим родителям о том, что видели и почем.